В библиотеке Казанского Федерального Университета хранится редкая литература о таких исторических личностях, как Минин и Пожарский. Подробнее об этом в следующем сюжете. В преддверии Дня Народного Единства мы хотим вам рассказать об истории этого праздника. Сейчас мы находимся в отделе рукописи редких книг в библиотеке Казанского Федерального Университета, где хранятся исторические документы о происхождении праздника. Речь идет о редких материалах про смутное время на Руси. Праздник День Народного Единства отмечается на территории России с 2005 года. Его истории уходят корнями во времена Руси. 4 ноября мы отмечаем праздник Дня Народного Единства и Согласия. Связано это с освобождением Москвы от поляков в ходе смутного времени. И, конечно же, Казань тесно связана с этими событиями, потому что именно считается покровительством казанской иконы Божьей Матери произошло освобождение Москвы от поляков. И, конечно же, большую роль в том, чтобы возникло это второе ополчение, с которым и пришла эта икона в Москву, сыграл, конечно же, патриарх Гермоген. Историческая литература смутного времени неразрывно связана с подвигом Минина и Пожарского. Именно они возглавили народное ополчение. Простые люди из народа стали носителями благородной цели – восстановить прежний порядок на территории страны. Эти призывы приходили и в Казань, но в Казани была сложная политическая ситуация. А вот в Нижнем Новгороде Кузьма Минин, земский староста, в общем-то, да, обычный рядовой житель города, вдохновившись этим призывом, затем призвал уже нижегородцев, да, спасать русскую землю. Минин и Пожарский сыграли важную роль в усмирении бунта на территории Поволжья летом 1612 года. Парой месяцев позднее народное ополчение смогло освободить Москву, захватив сначала Китай-город, а потом Кремль. Поляки вынуждены были отступить. Минин и Пожарский стали героями страны. А документальное подтверждение событий 1612 года хранится в Казанском федеральном университете. Это книги, рукописи и копии икон. В наших фондах есть уникальный источник книги купчих записей 1602-1603 годов. Действительно, вот из Нижнего Новгорода, из Нижегородской гимназии, где, как вы понимаете, да, с ними не проводилась никакая работа, эти рукописи были присланы сюда. И здесь, на одном из листов обнаруживается запись двора Кузьмы Захарева, сына Сухорука. И большинство ученых сочло, что это и есть Кузьма Минин, первое его упоминание в книге купчих записей начала 17-го века. Подвиг Минина и Пожарского нашел отражение как в народном фольклоре того времени, так и встречается в произведениях более позднего времени. Ознакомиться с подобной литературой можно в отделе рукописей и редких книг в библиотеке Казанского университета. Роберт Хасанов, Фарид Захитаглы, Универньюз.